сесток всем привет меня зовут женя и это эстер и сегодня мы записываем для вас новое видео вы на канале будапешки если вы здесь впервые для всех новеньких я гид в венгрии вожу душевные групповые уютные индивидуальные экскурсии мой формат это пешие прогулки с рассказами о невероятных похождениях венгров в этой стране в этой чудеснейшей стране буквально каждый квадратный метр пропитаны какими-то исключительными историями и я стараюсь вещать об архитектуре традициях бы эти судьбах людей и истории конечно простым доступным языком подписывайтесь на мой инстаграм там очень много полезного контента для местных для туристов и если вы недавно релансировались будапешт или планируете переезжать то кроме экскурсии я еще даю консультации по вопросам организации венгерского быта пишите я планировала записать для вас видео оба особенностях панельных домов в венгрии о необычных деталях которые нам с вами к панельным домам людям привыкшим будут казаться какими-то диковинами потом я нашла очень классную статью о первом экспериментальным спальном районе и оказалось что он через дорогу от моего дома и пару месяцев мы с эстер здесь наворачивали круги с колясочкой я поняла что нужно сделать два видео уж слишком любопытный и стильный райончик если вы были в будапеште и проезжали предположим дорогу на автобусе из аэропорта в центр то у вас могло возникнуть много вопросов где обещанная австро-венгерская архитектура почему так много до более знакомых панелек и вот ответ вы узнаете в этом видео у венгров была надежда воплотить смелые задумки в гражданской архитектуре новой послевоенной реальности была надежда были попытки и в этом ролике вот я расскажу про экспериментальный спальный район который предшествовал появлению панельных домов в венгрии что за дома кому выдавали здесь квартиры что осталось от былого стиля сколько стоит здесь квартира ответы на все эти вопросы в видео заваривайте чаёчек и поехали вот так выглядела обода до второй мировой одноэтажные дома трубы заводов и конечно маленькие мощеные вот такие узкие улочки года второй мировой почти три процента было разрушено 20 процентов домов ободы пострадали и 70 процентов уже не поддавались никакому восстановлению после второй мировой жилья катастрофически не хватало во всем будапеште требовалось построить 1 миллион квартир правительство дало на это 15 лет на выполнение этого плана архитекторы напряглись наделся мозговой штурм и первым плодом стал обудайский экспериментальный спальный район вот он здесь вопрос расселения людей стоял остро пятидесятым годам примерно 30 тысяч жителей нуждались в крови пятьдесят восьмом году министерство строительства объявила конкурс на тендер было представлено 180 планов 20 из которых были отобраны жюри в итоге некоторые планы получили исполнение в двух-трех вариантах всего в обудайском экспериментальном спальном районе 30 жилых домов три павильончик а под магазины ясли и школу локацию для этого проекта нашли тоже быстро весь район располагается на остатках разрушенного кирпичного завода эксперимент в итоге расположился в квадрате между проспектом печи улицами рамин шейк вараде запор прототипы новых кирпичных домов решили построить и рядом образовав такой жилой массив после строительства запустили фокус группу будущих жильцов провели опрос что нравится что не нравится посмотрите какие необычные дома и какие необычные решения по сути так выглядел был будапешт окраина будапешта если бы не накосячили ну про ошибки чуть попозже я еще расскажу давайте сначала пройдемся по домам у меня есть невероятно интересный план расположение всех зданий обратим внимание на дом под цифрой 325 так себе состояние сейчас находится но из интересных архитектурных решений расположение кухни рядом с детской чтобы можно было варить гуляшек и наблюдать за детям архитекторы вот этого дома на нулевом этаже сделали склад для колясок о почему не все архитекторы делают склад для колясок как мамочка могу сказать это очень актуальная тема давайте обратим внимание на это здание в нем продается квартира из всего района кстати на сайте с объявлениями недвижимости я нашла только одно объявление из этого дома а ну Обратите внимание на это здание, оно очень интересно. Вот это фасадная сторона, а вот это оборотка. Под этим домом, кстати, еще находится огромнейший бункер на 280 человек. Планировалась именно такая идиллия. Вот так сейчас это выглядит. Таунхаусы разлива 60-х годов. Три здания по четыре квартиры в каждом. В каждой квартире три комнаты, двухэтажные квартиры. Это вообще было ноу-хау. Конечно, это были самые люксовые и престижные квартиры того времени. Выдавались они работникам искусства, локальным политикам и работникам бывшего вот этого кирпичного завода. Большой плюс свой мини-сад. И спереди дома, и сзади. В среднем по району квартиры были площадью 43 квадратных метра. Кухня, две-три комнаты и санузел. Планировка подобных квартир запустила спрос на изготовление встроенной мебели. Да-да, все без архитектурных излишеств. Шкафы с фарфором уходят в прошлое. Мебель из аристократических квартир, она бы просто не прижилась в таких условиях и не поместилась бы нигде. Кстати, двери в некоторые комнаты были заменены с обычных на гармошки, чтобы сэкономить пространство коридоров. Ну, я рога снялась видео, а вот здесь есть видео. Ну, сейчас уже не смотрит, чем раньше. Но, я не смотрю. Ну, я смотрю, что это не смотрю. Ну, я просто это покажу в видео, чтобы снять. Это здесь очень красивый саргой дорог, кавиццов. Хомокоток, фадок. Эти здесь, здесь Бузбалаз, речь божарь, а Токеринка-токеринка-токеринка-токеринка-токеринка-токеринка. Я именно это была удивительной, потому что... Можем подсекать? Да, я думаю, что это было. Да, это было, что я здесь. Я думаю, что это было в таком месте, но в 60-м году это было не было. Но это было в 60-м году. Это было в Саргаву, и Булс Балазь обратно, чтобы она сделать это, что она будет делать еще раз. Это было не так, но не может быть везде. Ну, это было в таком месте, И если он будет в воду, то он будет в воду. Это очень привычка. Но это очень привычка. Но я знаю, что здесь 43. Да, 45 максов. Вы любите здесь? Или очень плохая ситуация? Я не могу здесь жить. Но я не хочу, чтобы они обработали. Хорошо. Это очень странно, что эти территории и не забывали, что они не забывали, и не забывали. Нет, здесь, когда я файллот, там была бальзароза фа, здесь была одна из-за того, кто был, которая, который был там, у нас есть, она не была, и вставка локсов. Очень красиво, сейчас, если мы не хотим, чтобы мы соберем их, то мы соберем их. Как и сказала тетя на моем внезапном интервью, самое грустное это то, как меняется район, потому что район меняется в худшую сторону. Непроходимые дорожки между домов, непонятные граффити, за которые можно было бы дать кому-то по рукам, пластиковые окна, решетки на окнах, решетки на дверях. Все это, конечно, полностью сводит на нет, былой стиль, былую задумку и какой-то концепт вот этих домов. Про брусчатку я уже говорить не буду. Во-первых, она делает просто непроходимой эти территории, с коляской так вообще. Во-вторых, конечно, брусчатка к 60-м годам не особо подходит и по стилю тоже. Я, как всегда, жду, надеюсь и верю, что этот район получит какой-то охранный статус, может быть, памятников искусства, и вся вот эта вот дичь прекратится. Несмотря на нанотехнологии 60-х годов, жители района критиковали квартиры за их размеры. Конечно, лучше 40 квадратов, чем ничего, но все равно 40 квадратов, это не так уж и разгуляться. Главная проблема эксперимента заключалась в том, что экспериментировали еще и со строительными материалами. В некоторых случаях домов некоторые несущие конструкции были изготовлены изначально неправильно, поэтому их пришлось переделывать. Это плюс деньги, плюс время и, конечно, в итоге ни в какой план, ни в какие рамки по времени это строительство не уложилось. К 60-м годам стало понятно, что панельной технологии не избежать. Да, этот район не решил жилищную проблему города и не решил жилищную проблему даже обуды, о чем говорить. Но он подарил этому месту очень-очень интересный и душевный квартальчик. Обязательно приезжайте сюда погулять, если вы увлекаетесь урбанистикой и архитектурой, тем более. В соседнем кафе Хоропу Мокуш довольно неплохо кормят. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok